Карл Урбан сбрил бороду, чтобы сыграть Джонни Кейджа в Mortal Kombat 2. Появятся Джейд Китана и даже король Джеред вместе с Эденни. Какой бы ни была смертельная заварушка 21-го года, со своей главной задачей она справилась, привлекла к себе достаточно внимания, чтобы заслужить сиквел. Перезапуск, снятый за скромные по меркам голливудских блокбастеров 55 лямов баксов, смог заработать аж 86% свежести на томатах. Хотя и АМДБ, и Метакритик с кинопоиском сошлись на 6 баллах из 10. Посредственный боевичок держится на паре тройки актеров и куче фан-сервиса. При так себе сборах получить добро от New Line на съемке продолжения удалось только за счет хороших показателей на HBO Max. Что же мы увидим во второй части? Как вы помните, картина заканчивается следующими словами Рейдена. Я составлю новый список избранных. Вы должны найти их. И Кол Янг отправляется в Голливуд, чтобы завербовать Джонни Кейджа, кинозвезду и мастера боевых искусств во вселенной МК. Новые бойцы нужны для того самого турнира, с которым зрителей, ну, прям самую малость наебали. Потенциальная дата выхода Mortal Kombat 2 2024 год, ведь съемки стартуют уже в июне и должны завершиться в сентябре. Режиссером выступит все тот же Саймон МакВойт, для которого Битва Смертных и была первым фильмом в карьере. Продюсирует все тот же Тодд Гарнер и батя Пилы Джеймс Ван. А подписывается на канал мой замечательный слушатель, причем не забывает включать уведомления, ведь он любит Мортальник. А скоро и игра новая выходит, и по фильму больше подробностей будет. Он все это хочет знать, и на этом канале непременно узнает. Ну, ребят, 76% смотрят без подписки, давайте хотя бы чуть-чуть уменьшим это число. Так, я... я не об этом. Просто подпишитесь. Дальше. Сценарий к фильму написал Джереми Слейтер. В довольно успешных проектах, типа Изгоняющий Дьявола, Лунный Рыцарь или Академия Амбрелла, он числится как автор идеи. Но когда пишет в одного, получается эффект Лазаря и Питомец. В общем, уныние. Его страсть к неожиданным твистам в конце фильмов явно найдет свое применение в новой работе. Так что ждем вот это поворота в финале. Местом съемок вновь станет Австралия, если быть точнее, Вилледж Родшоу Студиос, что находится в Квинсленде. Здесь снимались такие фильмы, как Аквамен, Пятые пираты, Тор Рагнарёк и Конк Остров Черепа. Если первый фильм снимался в Южной Австралии с пустынной местностью, то второй уже отправится на Золотой берег, который является более крупным и плодородным объектом. Но кого же мы увидим из персонажей? Известно, что к своим ролям вернутся Льюис Тан, конечно же, в роли Кола Янга, Таданобу Асана, сыгравший Були Рейдена, Луди Лин, сыгравший Нежного Люкана, Джессика Макнеми, любительница Троссов Блейд, Микат Брукс в роли Джакса с самой забавной Арканой, Чинь Хань в роли колдуна Шанцунга, который ну очень долго высасывает душу, Джо Таслим уже в роли Нуб Сайбота, ибо именно так было в игре, и Херойки Санада, поговаривают, тоже должен вернуться к роли Мешковатого Скорпиона. А вот Мелина не вернется, Сиси Стрингер пишет, что на съемки она не собирается. Неужели харизматичный Кана тоже не попадет в сиквел? Увы, но до сих пор нет никакой информации о возвращении Джоша Лоусона к своей роли. Нихрена себе, он вообще за нас? Кажется, он притягивал к себе слишком много внимания, и ему просто не найдется места во второй части. Ведь теперь шутки должен шутить Джонни Кейдж, которого, судя по всему, сыграет Карл Урбан. Реакция Скотта Эткинса – блюющий смайлик. Когда-то он и сам был не против сыграть Джонни. И я думаю, мы все понимаем, что Урбан старовато для этой роли. Даже для Джессики Макнеми, с которой у него по лору должны быть любовные отношения. Он хорош как актер и шикарен в своем амплуа брутального ублюдка Билли Бутчера, но на голливудского красавчика как-то не тянет. Кажись, нам следует ожидать версию постаревшего Кейджа, который будет доказывать миру, что он все еще горячий и может сам выполнять свои трюки. Никто, в общем-то, и не сомневался, что в продолжении обязана быть принцесса Китана. И совсем недавно стало известно, что ее сыграет Эделин Рудольф. Симпотной азиаточке 28 лет. Снималась она в приключениях Сабрины. Ой, то есть, леденящих душу в приключениях Сабрины. А ее сестрой в сериале была афроазиатка Тати Габриэль. Кажется, их судьбы тесно связаны. Они вновь снимаются в одном проекте, ведь Тати должна взять в руки шест и размахивать им, защищая Китану. Да, телохранительница принцессы тоже появится, хотя их пути, судя по диалогам, которые мы слышали на прослушивании, в фильме разойдутся. Я прошу тебя сражаться за Эдэдию. Шаокад и есть Эдэди. Похоже, ты свой выбор сделала. Шаокада, моего любимого персонажа, мы непременно увидим в сиквеле, но пока еще неизвестно, кто его сыграет. Есть прослушивание Скотта Коннорса, который выглядит неплохо, но как-то совсем мимо. В последний шанс, ребенок. Где ты пошел? В рамках. Я пошел в рамках. А есть и новозеландец, который куда лучше чувствует персонажа, Роб Кипа Уильямс. Where did you go and who did you meet? Stop it. Where did you go and who did you meet? Where did you go? В рамках. Я не знаю, в рамках. Как вы видите, здесь император внешнего мира не будет просто средатурой. То, чем силы и ярости. У новой киношной версии есть свои убеждения и философия. Завоевание Шаоканом Эдении. Вот экранизацию какого события многим хотелось бы увидеть. Джерада, короля этого царства, в играх обычно изображали вот так. Но сыграть его должен Дезмонд Чеом. Подкаченный достаточно молодой азиат. Дали бы ему роль Скорпиона, что ли? Хотя в комиксе у него фигура так-то повнушительнее. На роль Синделл, жены Джерада, пробовалась Айша Айдара, известная по пьесе Гарри Поттер и Проклятое Дитя. Варвара, который не может уберечь. Садовника посреди плаведя. И принцессу, несущую до своих плечах судьбу трех царств. Еще ходили слухи о появлении Бараки в фильме, который впечатлится боевыми навыками Джонни Кейджа. На сиквел в этот раз должны выделить 68 миллионов долларов, что не на много, но больше бюджета первой картины. Я полагаю, что после так себе перезапуска никто из нас не ждет шедевра от второй части. В любом случае, пишите, что думаете насчет каста и расклада в целом. Каковы ваши ожидания? Учтут ли создатели прежние ошибки или сделают нечто похожее, но подороже и помасштабнее? Благодарю за просмотр! Подписывайтесь на все соцсети по ссылкам в описании, заглядывайте на стримы, которые я провожу почти каждый день на этом же канале. Ну и конечно же, играйте в Mortal Kombat красиво! Субтитры подогнал «Симон»!